Такую встречу в Краснодаре проводят в первый раз. Задним столом собрались краевые власти, известные путешественники и бизнесмены. Главным вопросом стало развитие этнографического и культурного туризма в регионе. По мнению Вениамина Кондратьева, сегодня важно возобновить в том числе и школьные экскурсии по краю. Ведь именно изучение истории малой родины и ее природы во многом формируют нравственные ценности. Мы должны сегодня восстанавливать, и отчасти это мы должны делать, под эдитой русского географического общества эти маршруты, и в целом, чтобы классы, как мы когда-то ездили, и хотя бы свой родной край познавали. На самом деле восстановить эти маршруты, это сложно, но это тоже возможно. Это есть энергетика, это есть тот патриотизм, потому что потом возникает гордость за свой край, а потом гордость за свою страну. На самом деле, за нашу страну, которая является объектом зависти всего мира, что она обладает такими огромными территориями и несметными запасами. Сохранение уникальной природы и традиций Кубани – одна из основных задач Краснодарского отделения Русского географического общества. В ближайшее время на базе штаб-квартиры организации создадут крупный просветительский центр. Важнейшим вопросом для нас является создание штаб-квартиры. Для этих целей несколько лет назад администрация города Краснодара передала Русскому географическому обществу старинный особняк на улице Красной, в самом центре города. В этом штаб-квартире должны разместиться музейные экспозиции, научно-популярные лектории, архив, медиастудия, библиотека. Все лишь сделано для того, чтобы сделать это доступным для всех. На встрече говорили и о том, как к различным научным исследованиям привлечь еще больше молодежи. В качестве положительного примера Вениамин Кондратьев назвал центр экскурсий Константина Мержоева и его кубанскую кругосветку. Не меньше интерес у молодых людей вызывают и рассказы о путешествиях Анатолия Гвердишвили. Не так давно он на мотоцикле прошел по льду весь Байкал. Весь Байкал, прости, это чудо. В основном уходят до Альхона. Поэтому о походе я не буду говорить, там все нормально прошло. Я хочу сказать, что в двух словах, это чудесно. Ищет открывать Россию другим людям. Вот была чешская команда, уникальный товарищ, он действующий депутат, Ярослав Холик, и он ходит по России, он Россию назвал «Василица прекрасная». Я как-то говорю, ну, женщина, то все, прекрасная она живет. Айпадом Россию не измерить и не понять, понимаете, там, вот в чем вопрос. России надо жить, и по России, на самом деле, нужно ходить, путешествовать. И тогда ощущение полное своей страны, своей культуры, традиций, оно будет в нас, безусловно, в наших детях и последующих поколениях. А если мы будем так жить, то детям уже ничего не нужно будет прививать, они будут нас просто копировать. В завершении встречи Вениамин Кондратьев вручил награды путешественникам за их многолетний труд. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.